Для создания необходимых условий в вопросе обеспечения занятости населения наша страна укрепляет связи с зарубежными партнерами, среди которых и Корейское агентство международного сотрудничества «Койка». Процесс реализации новых проектов социальной значимости подкрепил подписанный в этом году меморандум о взаимопонимании. В районах Сардаринской области открываются центры профессионального обучения. В свою очередь, Министерство по поддержке Махали и семьи организовало пресс-тур в Акалтынске, Сардабинске и Мирзоабадске районы. В ходе пресс-туры представителями Офиса Корейского агентства международного сотрудничества в Узбекистане отмечено, что на протяжении многих лет продолжается взаимодействие по разным направлениям, в том числе в сферах здравоохранения, образования, информационных технологий, сельском и водном хозяйстве, энергетике, транспорте и других. В частности, в этом году подписан меморандум о реализации проекта «Программа по поддержке нуждающихся слоёв населения Сардаринской области», разработанного совместно с Министерством по поддержке Махали и семьи, на основании которого уже создано учреждение для обучения профессиям жителей Махали. Так, центры профобучения открыты в Махале-Шодлик Акалтынского района, Берлик-Сардабинского района и в Махале-Дихканабад-Мирзоабадского района. На церемонии открытия учреждения в Акалтынском районе приняли участие министр по поддержке Махали и семьи, директор офиса КОИКа в Узбекистане, представители масс-медиа. Теперь сотни наших соотечественников смогут пройти здесь курсы компьютерной грамотности и кулинарии. При организации каждого центра были учтены пожелания самих людей. Обращений очень много. Учитываем каждое предложение. По мере возможности будем внедрять эту практику. Данные курсы рассчитаны на два месяца. Напротив данного центра есть швейная фабрика. Наши слушатели после обучения смогут трудоустроиться в данном предприятии. На сегодняшний день наше агентство наладило сотрудничество более чем с 50 зарубежными странами. Среди них и Узбекистан. Совместно реализуем эффективные проекты различной значимости. Основная их часть – это социальная защита уязвимых слоев населения, обеспечение их занятости, стимулирование экономической активности. С этой целью 23 октября текущего года мы подписали меморандум с Министерством по поддержке Махали и семьи. В рамках достигнутых договоренностей открыли учебные центры в трех районах области. В них малообеспеченные и безработные могут обучиться профессиям. Следующий адрес – пресс-тура Махаля-Берлик в Сардабинском районе. После церемонии открытия участники ознакомились с созданными условиями. После обучения в центре в течение двух месяцев слушатели получат сертификат и будут обеспечены работой. А это уже центр профобучения в Махаля-Дихканабад Мразаабадского района. У более чем 100 женщин и молодых людей появилась возможность освоить навыки кулинарного мастерства, компьютерных технологий и швейного дела. Кроме того, здесь есть и библиотека, и отдел консультаций. Данные курсы будут проводиться на регулярной основе с охватом местных жителей, желающих получить профессию.